Развитие садоводства в Краснодарском крае активно поддерживается руководством региона. Только в нынешнем году на Кубани будет заложено 1750 гектаров молодых садов. Каждый год, несмотря на непростые погодные условия, кубанские садоводы добиваются повышения урожайности и роста объемов собранного урожая. В последние годы среднегодовое производство плодов и ягод в хозяйствах всех категорий выросло на 60%, что на 33% повышает уровень по всей стране. Есть в этом успехи и весомый вклад славянских садоводов. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому участники совещания по совершенствованию норм правового регулирования и механизмов государственной защиты российского рынка сельхозпродукции от недобросовестной конкуренции начали свою работу с осмотра садов агрофирмы «Садгигант». Благодаря накопленному опыту продуктивной работы и самым современным технологиям, которые отвечают европейским стандартам, садоводы выращивают отличные урожаи фруктов. Качественные и вкусные фрукты пользуются высоким спросом по всей стране. Продукция, выращенная исключительно на кубанской земле, фасуется в яркую и удобную упаковку. Используя систему хранения плодов, есть возможность обеспечивать потребителей отменными фруктами круглый год. Участники совещания, члены Совета Федерации, представители Министерств сельского хозяйства Краснодарского края и России, других министерств и всех заинтересованных служб, а также ученые, побывали на самом большом в крае фруктохранилище, которое готовится к воду в эксплуатацию. Здесь оборудуются холодильные камеры, а также линии для сортировки и упаковки продукции. Новое фруктохранилище вместимостью свыше 54 тысяч тонн единовременного хранения с отделением подработки позволит саду-гиганту оптимизировать свои расходы. Открыл совещание первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он отметил, что несмотря на достигнутые успехи, российским садоводам успокаиваться пока рано. Нужно использовать свои конкурентные преимущества, а это нелегко. Около 2,5 миллионов тонн ежегодно нам завозится импортных плодов и ягод. При этом надо сказать, что люди, которые их завозят, имеют определенные преимущества и государственной поддержки у себя в странах, имеют преимущество и климатических условий, имеют преимущество по хранению этих плодов и фруктов в современных хранилищах и завозят именно в тот момент, когда они являются конкурентами наших плодов и фруктов, тем самым, в общем-то, понижая возможность и вступая в неконкурентную борьбу с нашими производителями. Необходимо также применять такие меры тарифной и таможенной политики, сказал он, чтобы ограничить конкуренцию, поддержав отечественного производителя. Еще один важный вопрос был поставлен о преобладании зарубежных сортов тех же яблок в производстве и торговле. А между тем, есть и российские очень хорошие сорта. Наши данные говорят о том, что при наличии огромного количества сортов яблок, например, в сетевых магазинах продается не больше 20-30 наименований. Все они имеют импортное производство, а те породы, которые наша наука предлагает, они не пользуются никаким образом спросом и в итоге мы не имеем собственных саженцев и все те саженцы, которые мы выращиваем, они выращены на зарубежных источниках, зарубежных плодах, которые, в общем-то, фактически не являются собственностью Российской Федерации. Поэтому, глядя в будущее, мы должны уже сегодня сказать, что мы будем выращивать в 2023, 2024, 2021 годах. Академик Юрий Лачуга заверил собравшихся, что ученые готовы работать совместно с аграриями с тем, чтобы внедрять российские сорта в производство. Наука работает по одному вектору, бизнес по второму вектору, и в результате мы расходимся в наших совместных устремлениях. И здесь я вот обращаюсь и к Билану Багуденовичу, к коллегам, к министру сельского хозяйства Краснодарского края. Соберите коллег и скажите, какие нужны на сегодня сорта, гибриды и так далее. Российская Академия наук подпишет, я готов подписать любой документ, касающийся тематики исследований по косточкам, семечковым культурам, для того, чтобы у нас были отечественные сорта. Сегодня это крайне важно. Министр сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Краснодарского края Фёдор Дирека подчеркнул, что садоводство и виноградарство приоритетны в развитии сельского хозяйства Кубани. В поручении нашего губернатора, Виноградчика Кондратья, мы в текущем году провели ревизию. Это отдельная группа занимается, ну скажем, что ревизию наших виноградно-пригодных земель. И у нас ещё потенциально виноградно-пригодных земель ещё 50 тысяч гектаров. Я хочу сказать, что виноградников 21 тысяч гектар, плана счастье, и из них в том, что 28 заложены. И 50 тысяч гектар мы должны в течение первых 10 лет ещё заложить новых виноградников. Что касается наших садов, мы порядка 2000 гектар вводим, закладываем новых молодых садов виноградников, уже говорил за виноградники, порядка 1700 гектар закладываем. Мы готовы закладывать больше в два раза. Но тут, конечно, вопрос стоит о финансировании. Заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Александр Трубилин обратил внимание на важность роста малых форм хозяйствования в садоводстве. Мы построили сегодня такое идеальное практически промышленное производство, вот садоводческое производство. Но для края немаловажной является и вторая составляющая – это малые формы. У нас сегодня, я считаю, хорошая пропорция сохраняется. Порядка 55% населения проживает в сельской местности. И сегодня задача перед органами власти и исполнительной законодательностью стоит сохранить эту пропорцию. И, вы знаете, мы анализируем, но сегодня новые формы и малые формы, появляющиеся в новом личном подсобном хозяйстве, достаточно активно идут на этот вид деятельности, на садоводство, виноградарство. Это действительно та тема, которая интересна, и она позволяет получать какие-то в определенной степени доходы, позволяющие оставаться и находить место работы в тех местах проживания. Сенатор Сергей Митин напомнил, что необходимость разработки и проведения соответствующих мероприятий закреплена в дорожной карте развития промышленного производства плодов и ягод до 2022 года. Участники совещания обсудили механизмы поддержки отечественных садоводов и питомниководов в сложившихся сейчас условиях, защиты отечественного рынка фруктов от недобросовестной конкуренции, а также необходимые изменения в российское законодательство и нормативную правовую базу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».